Сомнительный новогодний подарок получили жители более 40 садовых товариществ. Среди них Эстетра Лебусник-1, Сатурн, Жемчужина, Орбита и другие. Дело в том, что свет в них отключался аккурат за несколько часов до наступления Нового года. Все повторилось в канун еще одного праздника – Рождества Христова. Не было электричества также и 8, 18 и 23 января. Все эти потребители подключены к одной линии электропередачи напряжением в 6000 вольт. Построена она за счет средств садовых товариществ. Им же ЛЭП и принадлежит. Севастополь Энерго не сомневается в том, что сложилась такая ситуация, виноваты сами садоводы. На протяжении последних лет происходила хаотичная застройка массива садовых товариществ и, как следствие, массовое подключение новых потребителей. Данные подключения согласовывались уполномоченными представителями собственников ЛЭП с превышением подключенной нагрузки сверхпоедельно допустимого значения пропускной способности головного участка ЛЭП принадлежащего Эстетра Лебусник-1. Никаких ограничений Севастополь Энерго не вводила. Для ограничения подачи электроэнергии на эти кооперативы. В условиях низких температур, вследствие того, что данные массивы дачных кооперативов интенсивно застраиваются, происходит рост нагрузки. При этом мы отмечаем также рост нагрузки и в самих товариществах с превышением договорных величин. Сотрудники предприятий Севастополь Энерго проверили работу отключающих устройств в самих садовых товариществах. В итоге выявили, в этих объединениях налицо превышение потребления электроэнергии. В СТ ее тратят больше, чем положено по договору. Как результат, садоводы остаются без электричества. Причем в самый неподходящий для этого момент. Однако в Севастополь Энерго обращений для получения этих условий для увеличения мощности от садовых товариществ не поступало. В результате по низких температурах линия электропередачи отключается автоматически. Автоматика срабатывает, чтобы не повредился питающий кабель, находящийся на балансе СТ-троллейбусник-1. А это уже может повести к отключению электроэнергии более чем на сутки. Для того, чтобы решить эту проблему, предприятие Севастополь Энерго предложило два выхода из ситуации. Первый – краткосрочный. Развести замену существующего головного кабельного участка. Севастополь Энерго в порядке оказания технической помощи садоводам усилила данную кабельную линию прокладкой дополнительного кабеля. Проводятся работы по прокладке новой кабельной линии, связанной с увеличением мощности для садового товарищества. Добавлена нами вторая кабельная линия для усиления пропускной способности кабельной линии. Нами была брошена вторая кабельная линия сечением 120 квадрат. Тем самым мы увеличили вдвое пропускную способность кабельной линии. Работы по прокладке дополнительной кабельной линии проходили в течение двух дней. На объекте трудились четыре бригады рабочих Севастополь Энерго. Теперь на какое-то время автоматика не будет срабатывать и от перегрузки сетей электричество отключаться не будет. Хочется поблагодарить Севастополь Энерго за оперативную работу. За свой счет были усилены линии электропередач. Но на мой взгляд это конечно не панацея от этих бед, потому что количество в садовых товариществах жителей продолжает расти и нагрузка продолжает расти. Но есть более радикальное и действенное решение вопроса с отключением электроэнергии в садовых товариществах. Ведь в них проживает ни много ни мало около трети населения всего города-героя. Необходимо конечно строительство новой линии, которая перераспределит нагрузку и повысит надежность электроснабжения данного массива. Мы видим решение данного вопроса в том, что садоводческие товарищества обратятся за увеличением мощности. Обращаться садоводам необходимо в Севастополь Энерго. Предприятие в свою очередь готово выдать технические условия и в максимально сжатые сроки построить новую линию. И тогда членам СТ отключение электроэнергии грозить не будет. Даже под Новый год. Светослав Данилов, Андрей Томчук. Новости Севастополя.